Аккуратно Хоть бы слово сказал. Левее, правее. Смотри, посмотри, посмотри туда. Что делать? А вон там, вон у него еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, вылупились. Да ну вас. Ну, поехали, поехали. Давай. Ой, ты сюда зачем притащила? Ой, Алёнка, как я люблю Новый год. Подарки, шампан сказал от Оленьки, красота. Томасу я сказала, чтобы обязательно приезжал к нам в Россию. А он? Звал, как обычно, к себе. Есть рождественскую утку. Ой, ты бы знала, какая то оскарзица в Австрии. Шапку зачем с ним? Бабуль, ну давай еще покатаемся, ну мне не холодно. Ну и что такого, что метро закроется? Не любишь ты его? Нет. А все равно хорошо, когда тебя кто-то ждет. Ой, опять-то о грустном, вот опять. Ну подумаешь, развелась и развелась, невелика потеря. О господи. Подожди. Стой. Посмотри на меня. Что? Жалеешь? Жалеешь, что ли? Не знаю. Он же тебе изменил. Ты помнишь, сама говорила, что никогда не простишь. Говорила? Говорила. Говорила? Говорила. Ну. А сейчас, думаю, может сама во всем виноват. Ну конечно, да. Приходил, просил прощения, извинялся. Теперь он у нас жертва, а ты его довела до жизни такой, да? Ну при чем здесь это? Знаешь, какой Антошка сейчас стал сложный? Он неадекватный просто. Он злится на нас с Андреем. А как ему объясню, что мы развелись? Как? А ты знаешь, время лечит. Ты возьми и выкинь его из головы. Просто выкинь из головы. Да что за голову? Алёна! Стой! Алёна! Я не видел его, я же задом ехал. Алёна! Да скорую кто-нибудь вызовите! Спустите, ну пожалуйста. Скорую вызовите! Что случилось? Алёна! Д 저 жертва! Зродн cl��ы, так что до что выжал узнать! Алёна, это будет происходить. Лезвучит горят. Лезвучит горятилл там. Со 되�idir комипедам настоящая. Скорую цифры, он может explores не превыше atac. Ну в знаках skinnyzeni displayed квадраты, Чёрт, как же голова болит, и рук ног совсем не чувствую. Где это я? Похоже, в больнице. Как я сюда попал? Надо же, ничего не помню. Сплю я, что ли? Странный сон какой-то. Вот-то на его всё. Мамочки. Это кто сказал? Свет. Похоже, не сплю. Тогда откуда этот противный женский голос? Что это? О, всё перевернулось. Теперь нормально. Что это? Женщина какая-то. Совсем я. Это кто кричит? Опять темно. Теперь светло. Так, надо спокойно всё обдумать. Я не сплю. Нахожусь в какой-то больнице, и мне мерещится то женский голос, то женская грудь. На психушку похоже. Вы, 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 вы кто? Такое ощущение, что волна у меня в голове. В какой голове? А где я? Вы сейчас что видите? Женщину. Привет, Антошка. Привет, пап. Поехали быстрее. А это очень опасно. Врачи говорят, она вот-вот придёт в себя, поэтому ей сейчас очень нужны. Ага. Кто вы? Где вы находитесь? Должны же вы где-то находиться. Послушайте, если вы испытываете какое-то новое оружие, проникаете в мозг человека, я буду волчать. Я даже буду вам помогать. Довровольно. Только не мучайте меня, пожалуйста, больше. Ну, пожалуйста. Да какое оружие? Что вы висёте? Я же сказал, не помню ничего. Ничего не понимаю. Слушайте, я другую правую. И мы оба подопытные кролики. О, Господи. О, мамочка. Неужели я это могла полюбить? Ой, Боже. Слушайте, а может это так и происходит? Что? Что происходит? Когда люди с ума сходят? Не знаю. Точно? Как это и раньше-то не догадалась. Мне нужен врач. Просто нужен врач. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Можно сейчас увидеть главврача? Очнулась? Вот и славненько. А врач, милая, уже давно дома. Тогда дежурного. А что случилось-то? Мне надо избавиться от него. От кого? От кого? Ну, позовите. Что вам, жалко, что ли? О, Господи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Господи. Вообще-то сереб hostage-то. bum. Ой, Prepо. Ну, где он гуляет? Я не могу больше ждать. Да замолчите, вы наконец, или я зуба зайду. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня звали? Да. Мне вам надо рассказать одну вещь. Хорошо, хорошо. С кем вы сейчас здесь разговаривали? Понимаете, я вроде как бы слышу, как бы голос. Угу. И где? Как бы в голове. Угу. Интересный случай. Ну, и что, он отвечает вам на ваши вопросы? Да. Угу. Похоже на белую горячку. Злоупотребляете. Да сам ты алкаш. Вот! Вот сейчас! Слышали? Сейчас было! Вот сейчас вы слышали! Вот сейчас! Вот! Было! 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 Сейчас! Успокойтесь! Сейчас было! Слышали? Конечно, слышал. Да? Да. Так, давайте я теперь вас послушаю. Прощайте. Давайте я вас отвезу к моему приятелю. Он сам когда-то. Впрочем, это не важно. Так, сглотните слюнку. Вот так. Угу. В общем, полежите недельку, вторую. А минозинчику вам поколят. Не надо. Не надо. Ну, точно. Точно. Не надо. Хорошо. Ложитесь и постарайтесь заснуть. Вам сейчас нужен покой. Дайте ей что-нибудь успокаивающее. Утро вечера мудренее, как говорится. Обязательно нужно заснуть. Господи. До утреннего обхода. Как ее фамилия это? Господи. Ну, что же делать-то? Такая молодая. Да. И что мы будем делать, Виктор Степанович? Тяжелый случай. Я сам когда-то злобная. В общем, это не важно. Не открывается. Мы к тебе поднимемся сейчас. Не надо ко мне подниматься. Как себя чувствуете? Хорошо, я себя чувствую. За палату огромное спасибо. Тебе надо что-то привезти? Ничего мне не надо. Нет. Пусть Антоша, да-да-да, у вас побудет. Пока. Хорошо? Передай ему трубочку. Антоша? Конечно. Алло, привет. Да, миленький. Мам, выздоравливай скорее. Да, да, мой хороший. Меня скоро выпишут, не волнуйся. Я тебя очень люблю. Я скоро буду дома. Спасибо. Мы к тебе еще приедем. Ну как же я буду жить-то теперь? Родька. Пойдем погуляем? Ой, да ты и не съел ничего. Бедная ты псина. Ну пойдем. Пойдем. Может, аппетитно гуляешь? Пойдем, мой хороший. Здравствуйте. Здравствуйте. Стоять. Ну что, друг твой пришел? Иди погуляй, иди. Родя! Да куда? Родя, подожди, подожди. Ой, господи. Ну что я хозяину-то скажу? uru полометрили. Ну вот как падает частьмправа. Уживая песня. По отметке Switch 610-аоаааэсээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээusoэээээ... Субтитры создавал DimaTorzok Вам помощь нужна? Помогите, пожалуйста Красивый аппарат, красный Вы? А что вы ищете? Домкрат Такая штучка, похожая на насос Домкрат Такая штучка, похожая на насос Приснится же такое Такая штучка, похожая на насос Простите Вы... Вы мерзавец Гад! Ну что же вы опять ревете? Я мирно спал, потом проснулся Пока я пришел в себя и вновь осознал весь этот кошмар Вы разделись? Ну что, я виноват, что я вижу ваших глазами? Ну не мог же я смущать обнаженную женщину? Не знаю, на подробности Ругаетесь? С кем? С ним? Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Слушайте, дорогие мои То, что наша управляющая Алена Александровна попала в больницу Совершенно не означает, что нужно расслабиться и плохо работать У вас есть я И это ваша большая проблема Работайте уже Здравствуйте Слава Борисовна, здравствуйте Здравствуй, Круглова Здравствуйте Здравствуйте, Светлана Борисовна Здравствуйте, Анечка Ну что, все хорошо, да? Работа кипит Ну где же наша Ольга Владимировна? Она сейчас будет Правда? Ну хорошо Начнем без нее Да? Впрочем, как всегда Какой у нас вчера был объем продаж Ой, доброе утро, девочки Я же не опоздала, да? Девочки, вы не представляете Такой облом Знакомлюсь я с шикарным мужиком На таком навороченном джипе Ну и все И вдруг, как назло Представляете, у меня спускает колесо Как вы думаете, кто в результате мне помогает? Развозчик пиццы На какой-то Дурацкой ке Вот Не судьба Ой, не понимаю вас, Ольга Живете на соседней улице На работу ездите на машине Зимой И еще умудряетесь попасть во все московские пробки А где же Светлана Борисовна Мне, по-вашему, с мужчинами знакомиться? Ну не в пробке же Так самое милое дело Времени вагон И мужчину успеваешь рассмотреть И антураж Ой, господи, Анечка, насчет работы никто не звонил? Звонили Я сказала, что после десяти подходили Ну и вы их отправляйте сразу ко мне, хорошо? А можно я тоже поучаствую в выборе претендента? Ну, конечно Да? И мы с вами выберем вместе Какого-нибудь красавца С голливудской улыбкой, да? А нам, между прочим, работники нужны Ясно? Ясно А по-вашему, у нас должны работать сутылые очкарики В мятых брюках и нечищенных ботинках Водяну вас Здравствуйте Я по объявлению Или... Нет, нет Вы нам уже подходите Правда, Светлана Борисовна? Да, да Конечно Пойдем со мной Проходите Ну что? Ой Аленка звонит Алло Да, моя хорошая Тебя уже выписывают? Ну, конечно, я тебя встречу А У нас тут, слышишь? Новый чел на работу устраивается Ну, как тебе Описать, какой? Ты Бандераса помнишь? Бандераса, да Ну, так вот, ничего общего Ну, все, да Давай, встретимся, поговорим Ладно А чувствуете, что? Тело не ощущаю Запахи вот чувствую Слышу, все вижу Ну, есть все Но не хочу Лялька, привет Ты моя хорошая Ну, как ты? Ничего Видишь? А обещали кратковременные Ну, что тебя куда? Домой? Ты знаешь Ну, давай за Антошкой заедем Давай За каким Антошкой? Вообще-то не мешало бы пообедать Хотя За Антошкой-то рановато Да? Ой, ну тогда давай пообедаем, а? Да вы что, сговорились, что ли, все? Ты о ком? Поехали Слушайте, вы надо мной издеваетесь После этой больничной баланды Я хочу нормальной человеческой еды Смотри-ка, солнце Надо же, не обманули Ну так вот, я тебе не дорассказала Звонит мне Максим вечером Предлагает пойти в ресторан Ну, ты знаешь, как я к Максиму отношу Вы что, все равно пропадали? В общем, я согласилась Эй, ну я мясо хочу И тут мне звонит Олег И тоже приглашает в ресторан Ну, ты же знаешь, как я к Олегу отношусь Естественно, я согласилась Ну, как можно слушать этот бред? Вот-вот Я говорю, попала Чего делать? Звоню Максиму, говорю, караул Соседи залили А сама сижу, естественно, вся накрашенная Жду Олега Через пять минут звонит Олег Представляете, что он мне говорит? Его, видите ли, соседи залили Ну, не подлецли И почему они все так к нам относятся? Она еще возмущается На себя посмотрит Тьфу, прости Мне надо кое с кем поговорить Как же вы меня достали? Неужели нельзя заткнуться? Посмотрите в витрину Зачем? Посмотрите, посмотрите А вот теперь, когда я вижу ваши глаза Я хочу вам сказать Не указывайте мне, что делать Вы человек Вы черти что на постном масле Вы самоуверенный Наглый мужлан Ой, беда-беда Будьте вообще повеситься, чем вас слушать Я запрещаю вам есть мою личную жизнь Алена У тебя все в порядке? Да А что ты делаешь-то? Репетирую Разговор с твоим бывшим Ковалев, Ковалев, стой, иди сюда Стой, так, персонал мне тебе напоминают Завтра последний день сдачи денег на новогодний утренник Ты меня понял? Понял Что ты понял? Нужно сдать деньги Молодец Я тебе не позволю испортить этот светлый праздник Быстро домой До свидания Так, городов, иди сюда Иди сюда Стой Завтра Что ты стоишь? Что ты стоишь? Завтра нужно деньги принести И завтра, последний день Ты меня понял? Завтра? Ты меня понял? Мам, я тебе не позвоню. Привет, Трошечка. Тебя уже выписали? Выписали. Здрасте, тетя Оль. Привет. Ну что, поехали домой? Ага. Ну, поехали. Антона заберу я. Здравствуйте, Алла Эдуардовна. Меня выписали. Я вам благодарна за заботу, но Антоша поедет. Но я же сказала, Антоша поедет к нам. Нет, спасибо. Нет, никаких нет. Это, конечно, не мое дело. Но ваша свекровь, похоже, стерва еще та. А вы чего растерялись? Лучше бы на нее орали, а не на меня. Алло, Антон. Стой тут лезть в твою личную жизнь. Андрюша, ты слышал? Оля, погодите. Какой у меня диагноз? Страшный. Ну ты-то вот, что ты так на меня смотришь? Что? А зачем ты меня обманула? Когда? Ты мне сказал, что вы с папой разошлись. Из-за того, что друг друга разлюбили. А он мне сказал, что тебя любят. Он мне сказал, что ты мне не знаю. Он мне сказал, что ты не знаешь. Я ей не знаю. Когда скажу. Конечно, я подъеду. Антошка, ты маленький еще. Ты вырастешь, ты поймешь. Все понятно. Все понятно. Все ситуации. Я не могу сейчас. Старайся. Прошу, я стараюсь. Старайся, честно. Ушиб. Головы. Привет, Вась. О, Алён, здорово. Ой, сметёшь нас. Здрасьте, дядя Вась. Здрасьте, что у шахта? Музыка? Неа. Неа? Английский? Привет, папа. Ну, вот и Матя. Здорово. Здорово, Андрюх. Привет. Ну, как дела? Нормально. Что, уже донесли? Всё ещё бегает? Да, чё с ней ставится? Бегает. Ну, пойду. А что это? Там моя... Я правда не знал, что тебя уже выпься. Отдай. На, держи, это тебе. Ух ты. Это ж новая модель. Спасибо, папа. Слушайте, может, поедем все вместе пообедаем, а? Ну, честно говоря, ни сил, ни желания. Ты найдёшь, с кем пообедать без нас. Алён, подожди, мне надо с тобой поговорить. Антоша, иди домой, пожалуйста. Я тебе позвоню. Ну, зачем так? А ты зачем? Не крутовато будет? Три мобильных телефона, горные лыжи, ноутбук. Ты ему на Новый год, как Мерседес, или сразу самолёт приготовил? Послушай, парень и так переживает. Он понять не может, почему мы разбежались. Нет, почему же? Ты ему всё логично объяснил. Ты меня любишь, я тебя бросила. Правда, ты забыл намекнуть ему на то, что ты мне изменил. Ну, это мелочь. Я же пытался просить у тебя прощения. Ты ничего не хочешь слышать, Алёна. Вообще, в такой ситуации виноватой одна сторона не бывает. Да что ты говоришь? То есть, это ещё я виновата? Конечно, нет. Но вернее, ты тоже. У меня же появилась твоя дурацкая работа, эти книги. А всё остальное ушло на второй план. Послушай, я 12 лет. Жила точно, как ты хотел. Семья, дом, муж. Моих интересов не существовало. Был только ты. Ты даже выбирал одежду, в которой я хожу. И это тебя устраивало. То есть, ты всю жизнь прожила с каким-то тираном? Слушай, я так устала. У меня болит голова. Извини. ЗВУСТА Ой, какая гадость. Как можно пить кофе без сахара? О, заработала. А что же это вы раньше-то молчали? А я думал. Пытался понять, что у вас с мужем происходит. Ну и как, поняли? Понял. Понял, почему у вас, женщина, в самый ответственный момент голова болит. Что с вами нельзя быть слабым, извиняться. Вы все равно это не оцените. На вас ведь не угодишь. Если вам потакать, скажете подкаблучник. А как нормальный мужик, так сразу тиран. Это откуда такие познания? Сами-то к какому типу относитесь? Я думаю, что к третьему. Это как? Если я когда-то и жил, то наверняка был хвостяком. Вот это точно. От вас любая жена бы сбежала. О, кто бы говорил. Можно подумать, у вас все. Оставьте, пожалуйста. Это же Реал в Барселону играют. Да, значит, футбол мы помним, а все остальное нет. Значит, точно жил. Вы хотите, чтобы я вот это смотрела? Ага, вот это точно. Тьфу, какая гадость. Ты была все это время, я видел тебя с ними. О, ну только не это. Вас забыла спросить, извините. Тошенька, иди обедать. О, а вот это специально для вас. Женщины после развода становятся агрессивны, часто впадают в депрессию. Ну что же вы. Правда, глаза колет. А вот это вот, сосед, точно ваш портрет. Зачастую мужчины, высмеивая в женщинах их слабости и недостатки, скрывают за этим свои комплексы и неуверенность в себе. Угу. Обычные феминистские нападки. Конечно, вам гораздо проще обличать мужчин, чем попытаться их понять. Ой-ой-ой. Ну, Парумы, что вы нас понимаете? Мы от вас ждем хотя бы одного ласкового слова. Да. Не спишь? Нет. Да, я вот тоже чуть не могу уснуть. Решил даже по ночной Москве прокатиться. Мы с тобой сегодня как-то не по-доброму достались. Знаешь, ты, наверное, была права. Мне действительно сложно что-то менять в своей жизни. Ну, потому что ты уже стала частью меня. Я сейчас очень одинок. Мне кажется, я пешком и пришел. Если б ты только сказала, я тебя жду. Андрюша, спокойной ночи. Что это? Вот черт, а? Ничего не видно. Васька, привет. Соседка, здорово. Как оно? Нормально. Ты как? Помочь тебе, а? Ты где? Тупья, господи. А что мне помогать? Шоколадер что ли? Сейчас все сделаем, все будет нормально. Вам сосед-то сильно дорог. Красный провод, видите? Сейчас его долбанет током. Вот так. Васька! Ты что, ты соседка? Десетеремся. Живой, а? Бедный. Живой, что сам останется? Слушай, ты не древ. Ты же в этой... В армии я в этом... Ну, зле связи служил. Повар. Что мы сейчас сделаем? Внутри, все будет нормально. Вася, Вася, Васечка. Че? Вась, там отлетел нулевой провод. А красный вообще не трогай, убьет. Не понял. Красный не трогай, убьет. Убьет. Понял. Вот так. Ален, все нормально, вперед. Все в порядке. Похоже на мою. Стой, Васька, стой так! Все? Ален, ты здесь? Вот так. Вот ты гад. Эй, стой, Кудра! Стой, тебе гад. Стой, стой. Стой. Ну, думаю, спортсменка. И как далеко вы собираетесь за ним бежать? Там, там стихи. Я хочу с лопой за лопой. Рожа-то какая! Бегите обратно! Ну, че? Эй! Ушел! Да замолчи ты! Значит так, ты меня не видела, и я тебя тоже. Он заметил. Сумасшедший дом. Бабы, собаки. Озверели люди. Озвер, ой! Поехали! Здравствуйте! Здравствуйте, Елена Александровна! Как вы себя чувствуете? Замечательно себя чувствую. А у вас симпатичные сотрудницы. Здравствуйте, Алена Александровна! Здравствуйте! А вы, видимо, Леонид, наш новый сотрудник. Мне о вас рассказывали. Проходите. Да, повезло мужику. Цветник попал. Здравствуйте, Светлана Борисовна. Здравствуйте, Елена Александровна. Я рада вас видеть. Спасибо большое. Зайдёте ко мне минут через десять, хорошо? Леонид Евгеньевич, всего второй день работаете, а уже приходите, позже начальство. Это нехорошо. Извините, Светлана Борисовна. Извините. Значит так, на работе я попросил бы воздержаться от этих идиотских комментариев. Я не позволю дискредитировать свой статус на своём рабочем месте. Не понял. И вы что, предлагаете, чтобы я молчал целых восемь часов? У меня ненормированный рабочий день. Ну, знаете ли, у вас просто нет сердца. Если я вас дискредитирую, то вы меня дискриминируете. Что? Это вы! Ненсуразное существо! Мне это можете говорить? Да с вами вообще разговаривать невозможно! Вы же не слышите ничего никогда! Украшайте. Украшаем? Понятно. Ну, конечно. Теперь ещё меня за сумасшедшую здесь все считают. Всё за вас. А я, представляешь, за вчера, с прошлого дня переписываюсь СМСками с каким-то чучелом. Ну, почему чучелом? Он мне стихи и пишет. Так позвони ему. Ты что, ещё чего? Буду я звонить? Пусть сам звонит. И потом я чувствую, не наш это вариант. Ой, Ленька. Вот они. Вот. Куда ты меня тащишь? У нас же обед. Обед наш подождёт. А мы с тобой займёмся новогодней шоппинг-терапией. Только не это. Слышишь? Мы уже пришли? Пошли, пошли, пошли. Да не хочу я! Я есть хочу! Ну что? Ничего. С наступающим. С наступающим. Угу. Ой. Что-то не вижу энтузиазма. Мы же не в музее. Нет настроения. Настроение надо поднимать. Ну и что Вайне скажете? Признаться, вы меня даже удивили. Никогда бы не подумал, что ваш сын выберет себе такой сложный психотип. Явно выраженный холерик с завышенной самооценкой и с ярким комплексом месолины. А что это значит? Ну, как вам понятно объяснить? Ну, она мужиков любит. Разных. Извините. Я так и знала. Пойду примерю. Андрюша, послушай, сейчас психолог все тебе расскажет о твоей благоверной. Андрей, во, наш фасончик. Угу. Как Ольге, так декольте. А мне, так паранжу. А это, между прочим, нам вместе носить. А я не хочу, чтобы на меня мужики пялились. А вы ханжа? Куда? Куда столько? Мы же отсюда до вечера не выйдем. А обед? Ну как? Офигеть. Мужчины офигеют. Да? Помоги застегнуть. Давай. Ну, что вы так торопитесь? А, вот бретельку лучше поправьте. Потом декольте, я надо заняться. Фу. Сама дальше. Разве можно такое доверять воспитанию ребенка? Послушайте. Компульсивные покупки – это еще не признак психического отклонения. Хотя, конечно, можно оспорить, безусловно. Алена, ты чё делаешь-то? Ничего. Мерю. Платье? Класс? Да. Только ты, по-моему, задавна вперед одела. Да ладно. Никогда бы не догадалась. Господи, что тут, что тут. Ты, главное, потом не перепутай. Ага. Я платить. Давай, давай. Ага. Ой, беда, беда. Послушайте, Аллочка Эдуардовна, надо успокоиться уже наконец. И таблеточку принять. Это, знаете, вам нужно успокоиться и принять таблеточку. Ой, только не кричите, пожалуйста. Все, Аллен, я тебя за на выходе подожду. Хорошо. Спасибо. Ну, а вы чего молчите? Устал. А я про платье. Угу. Ну, а что я могу сказать? Мужики сдохнут. Ой. Черт. А если бы я хотела понравиться именно вам? Ну, скажем так, это платье вам очень идет. Тогда берем. Так ведь она сама с собой разговаривает. Кто? Моя бывшая невестка. Вы что, сами не видите? Что не вижу, подождите. Куда вы смотрите? На вашу невестку, с вашего позволения. Это ее подруга. Ну, ты мать даешь. Мам. А ты кому пиво купила? Тебе. А ты папе говорил, что это вредно. Я так говорила? Смотри, какая собака. Ух ты. Это ж тот самый пес, который меня ночью спас. Иди. Хорошая собака. Иди сюда. Ты смотри. А может, мы его себе оставим? Ну, как мы его оставим? Посмотри, у него же ошейник есть. Ну, пожалуйста. Ну, и что вы думаете? Решайтесь, а то я сейчас заплачу. Ну, что мне с вами делать, а? Пошли. Давайте уже. Алло. Привет, пап. Ну, вы меня до канати решили. Я целый день на работе. Потом по магазинам. Сумки притащил. Собаку помыл. А теперь вы заставляете меня на кухне и шачить. Так, а интересно, все это время я где была? Ну, так для женщин это привычное дело. Ничего, привыкните. Нам еще как раз посуду мыть. Родька, фу! Родька, фу! Почему, Родька? Не знаю. Почему, фу? Ну, собака должна выполнять команды? Нельзя ко мне, фу! Вы-то откуда это знаете? Знаю. Так, а вы вообще что-нибудь пытаетесь вспоминать? Пытаюсь. Ну, и как? Никак. Вспышки какие-то, а потом опять ничего. Мам, мне там папа позвонил. Он меня хочет на Новый Год забрать. Они нам с друзьями целый каток арендовали. Забрать хочет? Угу. А меня он спросить не хочет. Ну, мам, там же весело будет. Алло, Андрей, послушай, раз и навсегда запомни, сына я тебе не отдам. Так, не надо мне говорить про общего ребенка. Да что ты говоришь? Права ты имеешь. Между прочим, вашу истерику слышу не только я, но и ваш сын. Антош, иди к тебе в комнату. Ну, мам. Иди. Кто мне обещал с собакой гулять? Никуда ты не поедешь, слышишь? Я ж поеду. Ты этого добиваешься? Ты меня с сыном хочешь поссорить. Ну, спасибо тебе. Спасибо. Ну, что вы делаете? Отстаньте от меня. Нет уж вы меня выслушайте. Вы не понимаете, что вы с мужем поступаете, как два законченных эгоиста. Превратили ребенка в переходящий кубок и завоевываете его. А вы спросите, как он себя при этом чувствует? Я хочу, как лучше. Да понимаю. Особенно в Новый год. Как лучше для вас. И потом хочешь удержать, отпусти. Если решил, пусть едет. Главное, чтобы у него было желание поехать к отцу, а не уехать от вас. Он там уже, небось, и сумку собрал. Да нет. Сидит с телефонной трубкой и думает, звонить отцу или нет. Тоша. Прости меня, пожалуйста. Я была неправа. Ну, если так хочешь ехать, поезжай, конечно. Угу. Вот это правильно. И еще, попросите у него диск Марка Ноупфлера. Слушай, а у тебя Марка Ноупфлера, нет? Есть. Дай. Ты что, стала слушать такую музыку? Нет, это тетя Оля. То есть, ты будешь справлять Новый год с тетей Олей? Нет. Одна. Спасибо. Одна. Это было как сказка, это было как чудо, но сравнение пусты. Все слова, все лишь слова. Просто ты вдруг явился, а когда и откуда? Не спросила душа и права, и права. Кажется мне иногда, легкая нож и беда. Что же тут так тяжело? Счастье мое. Зимняя встреча и вдруг Сразу же во все разлук, Чем накликали мы Ее-е-е-е-е. А у нас ведь в холодильнике пиво есть. Ну, наконец-то. Такой гол не увидел. Я убился до конца. Вот такая контратанка на встречке в конце игры. А бедный побег Коновара, который старался интермяч, пахнул по штанге, и сейчас он лежит. Мам, с тобой все в порядке? Угу. А что? Просто я удивился. Ты, пиво и футбол. Гол! Еще немного, и мы с тобой постареем на целый год. Итак, я меняю правила нашей новогодней механизмы. Теперь я приглашаю на сцену трех женщин. Пошли. Напоминаю, новогодний супер-приз нашего клуба. Ой, что со мной сошла? Машина на речи. Перестань. Пошли. Ну ты что? Ой, дурочка. Так, мы, 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 мы. Анька, пошли. Круглова сидеть. Все? Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Задание у вас будет очень непростым. Нашим девушкам нужно будет ответить на три сугубо мужских вопроса. Готовы? Тогда вопрос первый. Каким сверлом нужно сверлить бетон? Победитовым. Правильно. Молодец. Тогда вопрос второй. Посложнее. Пулями какого калибра стреляет автомат Калашникова? Пять сорок пять. С ума сойти. Валдин. Мы видели что-нибудь подобное. Я поражен. Этот авто, автомобиль еще никому не удавалось выиграть. Ты откуда знаешь? Если вы ответите и на третий вопрос, тогда может случиться... тогда может всякое случиться. Я пойду. Кто забил два гола в финале чемпионата мира по футболу в 1998 году? Тишина. Не подсказывать. Тихо. Зидан. Потрясающе. А машину отдайте, пожалуйста. Вот ей. Спасибо. Алена. Ура! Ура! За Алёну! Давай! За вас! Ура! Фантастика. Все отзывайте. Все отзывайте. Пожалуйста. Потрясающе. Потрясающе. Дайте, пожалуйста, воды. Спасибо. Ну что, Круглова, опять не вышло? Да, я привыкла. Здравствуйте. Здрасте. Какая неожиданность. А вы меня не узнали? А? Да-да, узнала. Как ваша пицца? Пицца нормально. Печется. Прекрасный праздник в Новый год, да? Конечно. Может быть, потанцуем? Да, непременно, как-нибудь. Может, вас подвезти тогда? В другой раз. Всего доброго. Это тот из пиццы. Помнишь, я рассказывала? Ну, Аленка, ты даешь, а? Все мужики рты пооткрывали. Ой, давай. Ты посмотри, выбирай любого. Вот тот, кстати, блондин. Ничего так, да? Ты неисправима, понимаешь? А между прочим, этот черненький из пиццы ради тебя приехал. Нет, ну ты понимаешь, я просто за справедливость. Ну почему как? Хороший и добрый, обязательно бедный. А как богатый, непременно негодяй. Вот я и подумала. Вот что проще? Обогатить доброго или перевоспитать негодяя? Мне кажется, у меня второе как-то проще получится. Пойдем танцевать? Иди, тебе нужнее. Ой. Идет? Давай, давай, давай. Простите, пожалуйста, вас можно пригласить? Меня? Вас? Это было как сказка Это было как чудо Я уже два часа за вами наблюдаю Но сравнение пусты Все слова Все лишь слова Просто ты вдруг явился А когда и откуда Не спросила душа И права И права Кажется мне иногда Легкая ноша беда Что же тут так тяжело? Счастье... Слушайте, может, уже домой поедем, а? Добрый вечер. Простите, пожалуйста. Разрешите вас пригласить? Я не хочу танцевать с мужиком Вас забыла спросить А что простите? Это я не вам Ну так как, потанцуем? Нет Хорошо Благодарю Ну вот зачем вам это? Зачем? Они же все одинаковые Сейчас он скажет, что вы очень красивая Вы знаете, вы очень красивая Вы знаете, вы очень красивая Спасибо Я давно не встречал таких, честно Вы знаете, я вообще предлагаю Может быть, мы выпьем за наше знакомство, встречу Не надо нам ничего предлагать Ну так как? Еще чего Не обижаете? Да Спасибо Пожалуйста Неужели вы не понимаете, что мужчины всем это говорят? Ведете себя как? Значит, мужчины всем это говорят? Да, всем И вы тоже А я не помню И очень прошу Не позволяйте себя целовать Вы обрекаете меня на одиночество Но у вас же есть я Какой фурор вы на сцене произвели? Ну это да Только вы понимаете Как я могу жить с человеком Которого я никогда в жизни не видел Может, вы Маленький, лысый и толстый Зато я добра Ловлю на слове Пиво завтра не пьем Да, пожалуйста А у вас, между прочим Весь вечер платье задом наперед надето Что? Вы мне, конечно, простите, пожалуйста Но я уже начинаю ревновать С кем вы все время разговариваете? Простите, пожалуйста Простите, ради бога Не обижайтесь Но мне очень срочно Надо домой, извините Извините, попугала Возьмите телефон Взяла, и что? Вот теперь можете кричать на меня спокойно А, как вы мне могли раньше не сказать? Я же как последняя дура ходила Вы мне весь вечер испортили Кто кому испортил? Я весь вечер вынужден был Флиртовать с мужиками Слава богу, целоваться не пришлось Что? Это они со мной флиртовали А кто им дал повод? Посмотрите, во что вы одеты Это же не платье Это призыв на баррикады Как? Это же вы мне сказали Его надеть, что все мужики сдохнут Когда я его надену И вообще, хотя бы один вечер могу провести спокойно Мне и ты сказала Дома вот так надоели Так Вот теперь мне все ясно Господи Но ты-то откуда здесь взялся? Значит, сын дома сидит А ты тут развлекаешься? Мужика себе нашла? Это он про меня Нашла Ты его любишь? Какая разница? А он в курсе вообще, что у тебя муж есть? Бывший! Не имеет значения Дай мне трубку, я хочу сказать ему пару слов Алло, здравствуйте Скажите, пожалуйста А вам давно морду не били? А? Что, ты язык проглотил? Что ты молчишь? Трус! Молчит? Молчит! А он у меня такой, он терпеливый Он только молчит и слушает Алло Ну что, мы с ним еще увидимся Вы меня просите, пожалуйста Проводить? Или не надо? По-моему, он не вовремя вышел Я тебя сейчас провожу Эй, эй, мужик, ты что? Куда? Открой дверь! Открой дверь! Не жили меня! Не нормально Не жили меня, я тебе говорю! Не, может, уходи, у вас Может, да? Не жили меня, я психованная Я психованная Открой! Здравствуйте, свободны? Да, конечно Гончарные сети Не расстраивайтесь С наступающим С наступающим Девушка, давайте с вами познакомимся Меня Петя зовут, а вас Алена И этот туда же Ладно, будем вас спасать Возьмите трубку Мне вам кое-что сказать надо Что же, Алена, такая грустная сегодня? Новый год же Я жду Минуточку Извините, пожалуйста Алло Белее белого лицо твое Нежнее нежного рука твоя От мира целого-то далека И все твое От неизбежного От неизбежного печаль твоя И трепет рук неостывающих И тихий звук неунывающих Речей твоих И даль твоих очей Спасибо Алена Что? Мне все-таки нужно с тобой поговорить Не надо, Андрюш Я устала Я хочу спать Подожди Все, что тебе наговорила моя мама Это сугубо ее инициатива Я не имею к этому никакого отношения Я услышала Спасибо Алена, подожди Ты не можешь так уйти Ну почему? Потому что нам вместе очень хорошо было Было Пока ты все не испортил Хотя Прости, это я во всем виновата Нет Это я Не смог найти простые человеческие слова Когда просил у тебя прощения Я ненавижу себя за это Понимаешь, я Я настолько привык, что ты У меня есть Что принимал это как должное Я приходил домой И вываливал на тебя Все свои проблемы А ты слушала Слушала и говорила Ничего, Андрюшка Все будет хорошо Прорвемся И в эти минуты я думал, что я сильный Что все смогу Это ты была сильной Я очень одинок и без тебя И тебя так не хватает Я не знаю, что мне делать Я Я на все готов Андрюша Прости меня Прости, ради Бога Я Я не могу Прости Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Чего молчишь А что я могу сказать Посоветишь что-нибудь Это уж точно не мое дело Решай сама Мы уже перешли на ты Да Может ради Антошки И стоит все вернуть Как ты себе представляешь Мою жизнь с двумя мужчинами Тебя-то я куда делу Господи Как не вовремя Я на тебя сварился Родька Рада же еще Господи Вот в рдой Ой Хотя нет Пора уже Слушай И правда Моя Все как ты хотел Сосед Встаем рано Гуляем с собакой Да, Рудька? Ой-ой-ой Да Ну че ты молчишь Понятно Разговаривать Со мной не хочешь Ничего Сосед Сосед Эй Эй Ты че, а? Эй Господи Эй Не может быть Неужели пропал? А? Ну я ж говорила Как появишься Так и пропадешь Елки-палки Господи Я что ж теперь Свободный человек что ли? Елки-палки Хочу телевизор Сериалы смотрю Хочу кофе Без сахара пью Хочу вообще голая По квартире хожу Рудька Это ж свобода Ты понимаешь Свобода Пошли, пошли Здравствуйте Здравствуй, Круглова Здравствуйте, Лена Александровна Круглова Побереги себя Да я привыкла Привет Что? Слушай, Аленка У меня для тебя такая новость Ой, только ты не волнуйся Да, очкарик наш Леонид Пришел сегодня весь такой себя Прикид новый А очки поменял Да ладно Да я тебе говорю Не догадываешься, почему? Да я-то откуда знаю Что значит откуда знаю? Для кого он так старается? Аленка, ты как в магазине появилась Мужика как подменили Ну ты дурочка, Оля Смотри, смотри, идет Доброе утро, Ален Александровна Доброе утро, Леонид Евгеньевич Можно к вам зайти по личному вопросу? Да Безусловно Конечно, проходите Ну точно Предложение будет делать Я конечно понимаю, что работаю в магазине не так давно И вы меня еще не могли узнать хорошенько Поэтому то, о чем я хочу попросить Может показаться несколько преждевременным Леонид Евгеньевич Ну давайте не будем терять время Значит вы мне отказываете? Ну конечно Можно? Да, да, да Что ты? Здравствуйте Извините, ради бога Я опоздала Представляете? Ну бывает Ой господи, простите А Ленечка уже попросил вас об отголах? Да Лень, ну ты че? Ну что? Мы просто на Новый год хотели к моим родителям съездить Ну, познакомиться, в гости Ну, понимаете? Конечно Поезжайте Спасибо Значит вы нас отпускаете? Естественно Ну, тогда мы пойдем Всего доброго Спасибо большое С наступающим! И вас тоже Здрасте Здрасте Ну что? Ну что? Объяснился? Ой А что ты смеешься? Ты зря Аленка, знаешь что? Ты подумай Подумай Алена, мы уже не девочки А что? Ну конечно не Бандерас Но ты знаешь, он Он ничего Вот сегодня я оделся Я смотрю так вот Ничего Нет, я правду говорю Чего ты? Мы с тобой Еще ничего Но вот наш Светлана Борисовна Замуж выходит За кого? Нам тоже за это попадало Не жарко? Не Да, Виктор Сергеевич Я слушаю Я сейчас не могу говорить Я не могу говорить Я перезвоню позже Пап Отведи меня домой Андрей Наташа, я же тебе сказал Что я тебе перезвоню Не перезвонил Ты ведь был не один Когда назвал меня Виктором Сергеевичем Я был сыном Ой Ты меня сейчас допрашиваешь Как жена Ну что ты Андрюш Жена у нас одна У меня роль поскромнее Понимаешь Я Хотел тебе сказать Я хотел сказать Что Я решил вернуться в семью И? И закончить наши отношения Андрюш Андрюш Это же смешно Ты сам-то веришь То, что говоришь Понимаешь Ты еще скажи Что ты ее любишь Так? Чего ты хочешь? Андрюш Скажи мне, пожалуйста А чем я хуже твоей Алены? Значит В постели со мной можно А в ЗАГС нельзя Я не думал Что я так привязан К своей жене и сыну Я не могу их потерять Понимаешь? А я А ты вообще Обо мне-то подумал Ну я ведь тоже Живой человек Наташа Если вы решили Встречать Новый год В Москве То лучше всего Вам прийти сюда На Красную площадь Но если вы все-таки Решили покинуть Столицу нашей Родины Наш вам совет Приезжайте в Лапландию На Родину Деда Мороза Лыжные гонки Соревнования По фигурному катанию Скульптурные выстраки Да Здравствуй Здравствуй, Андрей Извини, что побеспокоил Как нам Антошка? Приехал, заперся у себя В комнате музыку слушает Что у вас произошло? Да ничего Он вдруг домой попросился Слушай Тут по телевизору Лапландию показывают Что-то мне так грустно стало Вспомнил, как мы Все вместе туда ездили Антошку на лыжах Учили кататься Вот Андрей Да Приезжаем Вам кого? Я новая секретарша Вашего мужа Андрея Что-то случилось с Андреем? Ален, ты представляешь Лифт опять не работает Здрасте С наступающим С наступающим Заходите, пожалуйста Ага, понятно Что случилось? Просто случилось то, что вы его бросили В смысле? Понимаете? Вам может покажется это странно, но я хочу вас попросить вернуться к мужу Как простите, не поняла Но видите ли, он стал какой-то нервный И на работе начались проблемы Вот я и подумала, что если вы помиритесь Может у него все наладится Какая вы заботливая Это просто такая работа А как он вас любит Вот я ему, когда билеты заказываю, он меня предупреждает Я еду с Наташей С Наташей? Ну конечно с Наташей Он же без вас никуда Все командировки, конференции Про отпуск я вообще молчу Только люкс и только бизнес-классом Наташа, может, может, вы все-таки передумаете, а? Да я, если честно, давно передумала Да Спасибо вам большое за заботу Но видите ли, я люблю другого человека Уж извините, ради Бога Извините Пожалуйста Извините Спасибо Уж извините Пожалуйста Как Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, слава Богу! С добрым утром! Можно потише. Голова раскалывается. Понятное дело. С непривычки-то. О, Боже. Как же я на работу пойду. Какая работа? Ты забыла, у нас сегодня выходной. Завтра, между прочим, Новый год. О, Господи! Что это с нашим лицом-то? Убью. Мам, я уже давно проснулся, а ты все спишь-заспишь. Ты что, заболела? Нет. А с кем ты сейчас разговаривала? Я? Ты. Тош, я тебе давно хочу кое-что рассказать, но боюсь, что ты мне не поверишь. А ты расскажи. Я ж уже взрослый. Я ж уже взрослый. Ну, поехали. Папа, что это такое? А это то, сыночек, из чего твой папа всю жизнь выбраться не может. Твоего любимого Марка Нопфлера я тоже по его просьбе брала послушаться. Он теперь со мной постоянно разговаривает. Ты считаешь меня сумасшедшей? Да нет. А он на гитаре умеет играть? Не знаю. А в какую футбольную команду болеет? Не спрашивал. Ну, а в компьютерах он хотя бы разбирается. Мам, ну ты даешь. Столько с ним знакомо, а сам главного не спросила. Слушай, а ведь он прав. Ты меня совершенно не знаешь. Интересно. А кто из нас память потерял? Ну, что-то же я помню. Вот, Василия спас. Как я должна догадываться? Тут и помнишь, тут нет. Так, все. Хватит ругаться. Когда они перешли на систему 4-3-3, нежели когда они играли по системе 3-5-2. Хорошо, это я понял. Ну, а что такое спартаковский дух? Ну, это длинная история. Все. Надоели оба со своим футболом. Мам, мама, мама, мам. Спроси у сосета, пожалуйста, если ты с девчонкой уже неделю не разговариваешь, можешь с ней помириться? Или пусть она еще немного помучается? Тошка, отстань. Тошка, какая девочка? На нем погоны золотые, и яркий орден на груди. Зачем, зачем он в наш колхоз приехал? Зачем наружу живой покой? Зачем, зачем на белом свете Есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете Есть безответная любовь? Антоша, Антоша, что случилось, а? Здравствуй. Извини, я просто не смог до тебя дозвониться. В общем, у меня такое дело, я сейчас улетаю в Лондон на Новый год. Друзья пригласили. Вот. Я хочу взять Антона с собой. На две недели. Как раз на каникулы. Хорошая языковая практика, и еще я ему хочу сделать подарок. Завтра, 1 января, выступает его любимый Марк Нопфлер. Миссис Дайр Стрейц, и я заказал билеты. Знаешь, как он обрадовался? Антоша, а как же я? Новый год. Ну, мам, это же Марк Нопфлер. Я же для сына стараюсь. Конечно, я понимаю. Ален, это еще не все. Вот этот билет на самолет, это твой билет. А мы с Антошкой будем ждать. Как ты решишь, так и будет. Алена, я очень тебя люблю. Ну что, все в порядке? – Все хорошо. – Давай, девай. Пойдем. Проходите. – Пап, смотри, смотри. – Чего? Алло. О, привет. – Да, нормально. – А ты где? – Коша, тебя нужно силы. – Ага, нет, не надо, не надо, я щас, я щас сам к тебе подойду, я щас сам подойду. Антошка, я щас на секунду отойду, ты послушай, только стой здесь, хорошо? Договорились? Да. Коша, так это Державин? Державин. А что это? Так ведь Новый год же. Держит и любви торжество на милой, говорят, будет снежным январь, приезжай к нам на Рождество. Без тебя все не так, все пустое, все зря, будто держат меня на земле якоря. Привези мне весну посреди Рождества, посреди декабря. Рождество – это время надежд и любви, торжество, ничего, говорят, будет снежным январь, приезжай к нам на Рождество. Да, Дош. Мам, спроси, пожалуйста, у соседа, что бы он сказал мужчине, который говорит сначала женщине, что любит ее, а потом целуется с другой. Тош, что случилось? Мам, спроси, пожалуйста. Ну, а чего тут говорить? Он просто козел. Ты хочешь, чтобы я это сказала сыну? Ну, тогда скажи ему, что я, как мужчина, его не уважаю. Он говорит, что, как мужчину, он его не уважает. Тош, что случилось? Все хорошо, мам. Спасибо. Тоша! Тош! Вот и остались мы с тобой вдвоем. Тоша! Привет, мам! Я поступила, как настоящий мужчина? Тоша! 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 Алло! Да, мама. Нет, я не в Лондоне. Едем домой. Антон? Антон тоже дома. Я его отвез. Нет. Просто передумал. Да при чем здесь Алена, мама? Оставь ее, пожалуйста, в покое. И меня тоже. С Новым годом. С Новым годом. И тебя с Новым годом. О, мама, смотри. Ну что, с наступившим. Ты замечательно выглядишь. Я хочу выпить за тебя. Как ты вовремя появился в моей жизни. Я не представляю, как я жила без тебя. То есть мы с Антошкой. Да. Что? Мне никогда и никто не говорил таких слов. Откуда ты знаешь? Ты же не помнишь ничего. За то чувство. За тебя. Мясо как ты любишь. С кровью. Я тоже хотел тебе сказать. Я давно собирался. Но как-то случая подходящего не было. А потом, это так нелепо в моем положении. Понимаешь? Я тогда... Дыши, дыши! 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 Чучело. А я ведь очень счастливая. У меня есть мужчина, который всегда подержит в трудную минуту. И самое главное, никогда не предаст и не уйдет к другим. Что еще надо? Эх! Чего надо? Масяна Илья, я тебя так люблю! Так люблю, так люблю! Люблю! Возьмите машину! Тарелку? Да. Помнишь, я говорил, что, скорее всего, никогда не был женат? Теперь я знаю, почему. Потому что не встретил тебя. Родька! Родька! Да ты что? Дай сюда! Дай сюда! Дай тебе, говорят! Я могу хотя бы 1 января поспать! Не пойду с тобой гулять! А ты что молчишь? Ты что молчишь? Да. Ты что молчишь? Ты что молчишь? Я не хочу. Я не хочу. Только и не сегодня. Ну за что? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я пойду попробую Я уж как-то пробовала Проголосую Доктор Мой вопрос вам может показаться странным Вы верите в переселение душ? Понимаете? У меня какое-то странное ощущение Что я всю эту неделю Был где-то в другом месте Ну что я вам могу сказать? В вашем состоянии у людей Бывают видения Зачастую очень реальные Понятно, доктор Ну ладно, отдыхайте Вам самое главное сейчас набраться сил Если что, я буду рядом Если что, я буду рядом Держите штучка Да, вот тут Ой, черт Черт Там красный кожа на носесе Или на носесе Да, вот тут Подожди Убей Убей Здравствуйте Ой, тревожный Черт Да вас не узнать Хорошо выглядите Хорошо выглядите Спасибо Пицца? А вам, видимо, опять помощь нужна Да вы что меня? Преследуете? Ну почему преследую? Вы же сами меня пригласили Я? Вы Вот А вы что, сегодня не работаете? Я нет А фирма моя да Но 1 января люди тоже кушать хотят Ах, вы про аку Ну понимаете, я просто раз в месяц позволяю себе немножечко расслабиться Как бы смена деятельности Кстати, отлично помогает при стрессах Да и для дела полезно. Ближе к народу. А запаска, я так понимаю, у вас в багажнике. Отличный аппарат. Кражи. Не замерзли? Нет, не замерз. Так, правой ногой достаточно, теперь левой. Здрасьте. Привет. Привет, отдыхающим. С Новым годом. Какие люди. Ты посмотри, у тебя тут прямо санаторий, а? Ну да. Девушки симпатичные, медсестры. Здрасте. Вас как зовут, а? Да. Девушка. Светлана ее зовут. Да, очень приятно, Светлана. А меня зовут Юрий. Мы с вашим пациентом коллеги. Ну, как ведет себя наш пациент? А я не пациент, я отдыхающий. У меня здесь курорт. Дима, тут такое дело. Мне соседка звонила на следующий день после аварии. Родика исчез. Что? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет, Дмитрий. Давно тебя не было. Что с ним? Не знаю. Дима, Дима, подожди. Я не понимаю, что с тобой? Сам не знаю. Но там, где я был, мне было хорошо. Хотя я ничего не помню. Подожди, 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 подожди. Ты что, хочешь сказать, что это все правда? Ну, это вот луч света, это тоннель, по которому несешься в абсолютное счастье. Правда. На телевидении тебя все ждут. Давай уже как-то приходи в себя, да? А то нам звонят, звонят, звонят. Когда, когда, когда он вернется, а что мы скажем? Не знаем. Кстати, забыл тебе сказать, Татьяна твоя из Франции звонила. Не надо, Юр. Ничего не надо. Ты извини, Юр. Ты езжай, а? Спасибо тебе, конечно. Я хочу один побыть. Фед, слушай. Малыш, ты уже проснулась? Я принес тебе утренний сок. Да, это была потрясающая ночь. Боже, какая чушь. Мам, Родька сбежала. Как сбежала? Почему? Да. Дмитрий Сергеевич, твоя собака пришла. Ручка! В дом не идет. Ручка! Ай, ты мой. Ай, ты мой хороший. Ты мой хороший. Ты где же был-то, а? Ты хороший мой. Где ж ты был-то все это время, а? Ты хороший. Пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем домой. Домой, Родя. Домой, я сказал. Родя! Атошенька, иди за стол. Родя! 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 Родька, Родька, Родька. 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 Родька, Родька.